Всем привет! Это Погнали! Шоу и наша рубрика 101 Дело! С вами Таня Бот, Дмитрий Масленников и парни с Листой Войтой Снимэкс! И мы! Короче, мы! Ура! Мы Гавериодом снимать свое видео и делаем наше собственное... Очень много было комментариев по поводу полетать на самолете, и мы решили сделать это дело! Погнали! Знаете, друзья, вот у меня всегда ощущение с самолета было, что это огромный аэробус, но когда смотришь вот на этого малыша, становится немножко страшно. До того, как я прошел медосмотр, я прям такой спокойно, ходил все нормально. Как мне сказали, что я готов и все в порядке, и я точно полечу, я сразу такой, опа, и ватный такой. Ну это как с армией. Ты година, и все, ватный. Да, несмотря на то, что происходит сейчас в воздухе, если будет точно так же, я не уверен, что то, что я сегодня ел, останется во мне, честно. У тебя, кстати, волосы дыбом уже стали. А-а-а! Это что там? Инструктаж идет уже третий час, а Костя летит первым, а я немножечко за него волнуюсь. Ничего нельзя, надо сидеть смирно, поджать ягодички, ручки к себе прижать и только верещать. Да нет, но до 18 очень много всего запрещают. Да, мой возраст меня в последнее время подводит. Кровушку не сдала? Нет, ну... На самолет не полетала? Ну, я обещаю, это будет 102-ое дело, и мы как поедем, как рванем. Вот смотри, вот обиженный взгляд со стороны, ну иди сюда. Тоже нет 18? Именно поэтому я тоже не летаю сегодня. Он тоже сегодня не летит, а летит, Костя отдувается. Боишься, нет? Ну, как-то булочки немного сжимаются, конечно. Что тут говорить? Это, как говорится, как американские горки, но под тобой рельс-то нет. Булочки уже с кунжутом, я так понимаю. Булочки уже сжимаются. Костя, в полете, да. Ну, вот ты как считаешь, ты бы смог так рулить когда-нибудь самолетом? Нет, даже, честно говоря, не хочу. Потому что, когда тебя везут, когда ты посажешь, ну, там не от тебя зависит. То есть, ты выторвешь, то есть, ну, как бы, ты сам не катапультируешься, как бы, тебе страшно не было. А вот пилот... Ты что, мертвая петляща? Нет, что-то, ребята, что-то меня прям заиграло все. Заиграло... Ты еще не сел в самолет. Заиграло совершенно другими красками сейчас. Больше коричневого цвета. Верх ногами! Они вверх ногами! После такого полета уже не мальчик, а мужичок к нам вернется. Да, возвращается. И мальчик Дима пойдет. Друзья, настал тот момент, когда наш герой спускается с самолета. И он готов сказать все, что он думает. Друзья, аплодисменты! Жиденько как-то, жиденько аплодируем. Пару слов. Нематных. Это вообще-то самое крутое, самое офигенное, самое охрененное, что я пережил в жизни. И что самое главное, самое страшное. То, что там творилось, никакими словами не передать. Я рад, что я первый полетел, потому что если бы я видел, что там творят, я бы испугался. Это и круто, и страшно. Слишком жестко? Слишком жестко. Слишком жестко! Я думал, будет не так жестко, честно. Скажем, спасибо пилоту, вот он идет. Пилот, профессионал явно, потому что я испытал на себе все, что должен был испытать. Я был уверен, что мы не будем этого делать. А мы же не... Ну, а как выше пилотаж? Да, и бочка была, и свободное падение, и летишь вверх ногами. Давайте поедем домой, я не полечу, наверное. Это самое страшное, что ты в жизни испытал и испытаешь, я тебе гарантирую. Поверь, я как-то шаурму около Казанского кушал, это намного страшнее. Он залез в самолет, это уже достижение. Он, это кто? Дима, Дима, Димасик. Никто в контру порубиться не хочет? Если честно, у меня, что первое, что второе, никаких новых эмоций. Вот все так же спокойно. Ну да, мы с тобой не летаем, как бы. С землей это смотрится совершенно спокойно, плавно. Очень медленно, то есть как будто так раз... Мы надеемся, что все фигуры, какие должны сделать, они сделают. Он прилетит такой же зеленый, как и его футболка. Ребят, второй самолет будет рядом лететь? Ого! Офигеть! Блин! Как вам кажется, как Дима себя ощущает? Я думаю, что страшно. Слышите? Пакет шуршит. Кому-то плохо. А почему я пошел на посадку, Дима? На самом деле это не смешно, потому что это очень страшно, как говорит Костя. И я чувствую, что это сам большой страх, который бывает в жизни у молодого человека. Но я думаю, что это нужно испытать всем, кто... Ну да. Тогда только поймешь эти ощущения. Да. В принципе. Это нужно делать. Диме очень плохо, и надеюсь, сейчас ему окажут помощь, чтобы он хотя бы пришел в себя, потому что он не может даже встать и прокомментировать. Ой, спасибо, Танюха, вот это вообще... Вот пришел и доктор, сейчас будет оказывать Дмитрию помощь. Мама, здравствуй. Пилот, конечно, супер. Он сказал, если что-то будешь чувствовать, я ему сразу сказал, Костян, надо лететь на базу. Пакет шикарный, не протекает. Может, разыграем среди подписчиков. Полет прошел успешно. Как я и говорил, для меня это было самое потрясное в жизни событие, самое страшное в жизни событие. То, чего я никогда не испытывал и, возможно, больше никогда не испытаю. Я думаю, ты здесь не один такой. Да? Дим, тебе есть что сказать? Диме нет, он свой долгожданный полет отлетал. Это было самое яркое впечатление. Вот сейчас самое яркое. Я на земле. Честно, я думал, что у меня очень слабый вестибулярный аппарат. Ну, в общем-то, все выдержал, к счастью. Ну, а нам осталось сказать, что Таня Бо должна выполнять свое 101 дело-то, а? Поэтому пишите в комментариях, что бы вам хотелось увидеть, как она выполняет. Ну, и поддержим лайками Диму, Таню, меня и Константина. Подписывайтесь на канал Лиз ТВ, а то вдруг кто-то не подписался, а там, ребята, что только не делают. И розыгрыш трофея будет в следующем выпуске 101 дело. Я бы не хотел этот трофей выиграть. Ну, так я и не репостну, поэтому. Все, всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!